Объединенные библейские общества представляют Мир Библии Часть 6. Ранняя Церковь В течение почти шести недель после Своего Воскресения Иисус являлся учеником. Его последние слова перед Вознесением на небо «Вы станете Моими свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее, и Самарии, и до самых пределов Земли» можно считать кратким содержанием всей книги «Деяния апостолов». Тысячи евреев в Иерусалиме, услышав проповедь апостолов, поверили в радостную весть. Так переводится с греческого языка слово «евангелион» и «крестились». Скорее всего, новообращенных крестили в небольших бассейнах для ритуальных омовений или в ямах, выкопанных под домами для сбора воды. Проведя несколько лет в Иерусалиме, Симон Петр, главный герой первых глав книги «Деяний», отправился в Лидду. Ученики попросили Петра прийти также в Яфу, которая находилась на побережье недалеко от Лидды. Там он воскресил из мертвых женщину по имени Тавита. Это имя переводится как «газель». После этого Петр еще долгое время оставался в Яфе и жил в доме кожевника Симона. По приглашению сотника римской когорты Петр отправился на север в Кесарию, где проповедовал неевреям. Первые ученики Иисуса были, как и сам он, иудеями. Но когда Филипп стал проповедовать в Самарии, Евангелие перешагнуло рамки иудаизма. Это произошло еще до посещения Кесарии Петром. В Кесарии располагалась штаб-квартира римского гарнизона в провинции Иудея. Ирод Великий построил этот город в честь августа первого римского императора. В Кесарии жил римский наместник. Иерусалим он посещал только по особым случаям. Кесария лежала на побережье. Это был большой, типично эллинистический город со всеми характерными для него чертами. Описание смерти Ирода Агриппы в Кесарии, которое дается в книге Деяний, сходно с рассказом об этом у Иосифа Флавия. Только по версии Иосифа Ирод произносил свою речь в городском театре. Церковь в Иерусалиме и его окрестностях быстро росла, но у нее были и противники. Одним из самых активных был молодой ученик фарисеев Савл. Он принимал участие в убийстве одного из членов церкви Диакона Стефана, а затем добился от первосвященника разрешения отправиться в Дамаск, чтобы арестовать там учеников Иисуса. Но по дороге в Дамаск произошло нечто, что полностью изменило его жизнь. Он увидел вспышку света и, упав на землю, услышал. «Савл! Савл! Что ты меня гонишь?» Это были слова Иисуса. Он избрал Савла, чтобы тот проповедовал Евангелие. В Дамаске яркий свет ослепил Савла. Под руки его привели в Дамаск, в дом некоего Иуды, который жил на улице, что называлось Прямой. Когда Савл, чье римское имя было Павел, прозрел и крестился, он стал проповедовать в Дамаске с тем же рвением, с которым прежде преследовал верующих во Иисуса. Тогда иудеи Дамаска, которые ждали от Павла гонения на христиан о непроповеди христианства, решили убить его. Но ученики помогли Павлу сбежать ночью из города, спустив его в корзине через отверстие в городской стене. Прежде чем пойти в Иерусалим, Павел отправился в Аравию. Под Аравией в данном случае имеется в виду Набатейское царство. Арабское племя Набатеев населяло пустынные районы к югу и востоку от Иудеи. Столицей Набатейского царства был город Петра, что значит «скала». Город в буквальном смысле был высечен в скалах. Иногда с ним отождествляют упомянутую в Ветхом Завете селу. Та Петра, с которой сегодня знакомят туристов, это город-гробницы храмов. Деловая жизнь, связанная с важнейшим караванным путем в Аравию, протекала неподалеку, в Малой Петре. Главным источником процветания Набатеев была торговля специями и благовониями из Южной Аравии. Среди благовоний особое место занимали Мирра и Ладан, они очень высоко ценились. Расстояние от Южной Аравии до Газы, откуда товары дальше доставляли морем, составляет 2300 километров. Путь, соединяющий их, назывался Дорогой Пряности. Верблюжий караван двигался по нему несколько недель. Набатея построили вдоль него 65 поселений, маленьких городков, караван-сараев. Один из таких городков – Авдат в Негеве. Набатейское войско охраняло эти городки, караваны и караван-сарай. В первом веке н.э. Набатейское царство Павел расширило свои границы до Дамаска, присоединив крайний юг Сирии. Пробыв в Аравии некоторое время, Павел вернулся в Дамаск. Его деятельность по распространению христианского учения, похоже, не понравилась Набатейскому царю Арете IV. Павел отправился в Иерусалим. Однако здесь, как и в Дамаске, вскоре появились люди, желающие убить Павла за его активную проповедь. И тогда Павла отвели в Кесарию, а оттуда морем переправили в Киликийский город Тарс, где он родился. Тарс расположен в юго-восточной части современной Турции. Это был богатый портовый и торговый город. Павел, родившийся в Тарсе, по рождению был римским гражданином. Тарс славился своими учебными заведениями, где обучали письму, греческой философии и риторике. Искусству аргументирован отстаивать свою точку зрения. В юности Павел переехал в Иерусалим, где получил традиционное еврейское образование, изучая закон Моисея и обычаи своего народа. Его учителем был знаменитый и влиятельный фарисей Гамалиил, член Синедриона, высшего еврейского религиозно-политического органа. Сам Павел тоже примкнул к движению фарисеев. Евангелие очень быстро распространялось за пределами Израиля. Варнава и Павел были призваны, чтобы нести радостную весть язычникам. Книга «Деяния апостолов» описывает четыре миссионерских путешествия Павла. В первом из них его сопровождал Варнава, который помогал Павлу в Иерусалиме и Антиохии. Антиохия на Аронте была столицей римской провинции Сирия, третьим по значению городом в Римской империи после Рима и Александрии. Отсюда Павел отправлялся на проповедь и сюда возвращался после своих путешествий. Одна из пещер недалеко от современного города Антаке могла служить местом для собрания антиохийских верующих. Именно в Антиохии верующих впервые стали называть христианами. Из селевки антиохийского порта Павел и Варнава отплыли на остров Кипр, где стали проповедовать в синагогах. Услышав об этом, римский наместник Сергий Павел призвал их к себе, желая узнать, о чем они учат. Пораженный их учением о Боге, он поверил в Евангелие. Сергий Павел, как предполагают некоторые современные ученые, был родом из Антиохии Посидийской, что на территории современной Турции. Отплыв с Кипра апостола сошли на берег в Перге и отправились в Антиохию Посидийскую. Можно предположить, что Сергий Павел снабдил их рекомендательными письмами к наиболее влиятельным горожанам. Когда Павел посетил Антиохию около 47-го года н.э., это был процветающий город, знаменитый своими величественными постройками. Антиохийский театр и главная улица с лавками по обеим сторонам сейчас раскопаны и доступны для обозрения. Города Малой Азии, чью территорию сейчас занимает Турция, были основаны греками, которые покинули родную страну в поисках свободных плодородных земель. Новые поселения унаследовали греческую культуру. Повсюду в Малой Азии говорили на греческом языке. Это сильно облегчало Павлу проповедь Евангелия. Из Перги в Антиохию и Писидийскую Павел добрался по хорошей мощеной дороге, какие соединяли главные города Римской империи. Эта дорога шла через горы Тавр, которые тянутся вдоль побережья. Их высота достигает двух тысяч метров, и большую часть года вершины Тавра покрыты снегом. Сухопутные путешествия во время Римской империи были достаточно удобны. Вдоль главных дорог стояли гостиницы, где путешественники могли отдохнуть и поесть. Здесь можно было сменить лошадей и мулов. Возможно, Павел путешествовал верхом, что позволяло ему быстро преодолевать большие участки пути. Малая Азия простирается с запада на восток на тысячу километров, расстояние которой он мог бы преодолеть за две недели. Из Антиохии и Писидийской Павел отправился проповедовать в Иконии, Листру и Дербу. Все эти города расположены на юге провинции Галатия. Павел и Варнава возвращались в Пергу тем же путем, каким покидали ее, поэтому они посетили некоторые города дважды. В Перге Павел учил в синагоге, в Аталии они поднялись на борт и отплыли в Антиохию на Аронте, откуда когда-то начали свое путешествие. Успех этого миссионерского путешествия поставил перед только что возникшей христианской церковью важную проблему. До того времени почти все поверившие в Иисуса были иудеями, а специальных попыток донести Евангелие до язычников не предпринималось. Как только руководителям Иерусалимской церкви стало известно, что язычники приняли Евангелие, встал вопрос. Могут ли язычники быть христианами, не переходя в иудаизм, или им необходимо вначале принять иудаизм? Павла и Варнава пригласили в Иерусалим, чтобы они рассказали о своем путешествии и его результатах. Обсуждение, которое последовало за этим, получило в христианской традиции наименование Иерусалимского собора. Его решение было однозначным. Радостная весть, адресована всем людям и язычникам, нет нужды сперва принимать иудаизм, чтобы стать христианами. Когда апостолы вернулись в Антиохию, местная община с радостью узнала о принятом решении. Тем временем между Павлом и Варнавой вспыхивает ссора. В результате Варнава с Марком отплыли на Кипр, а Павел, взяв в спутники силу, отправился в Сирию и Киликию. Павел и Сила пересекли Малую Азию и добрались до Троады, расположенной на побережье Эгейского моря. Здесь Павлу было видение. Некий македонянин просил его прийти и помочь македонцам. Апостолы сели на корабль и отплыли в Македонию. Так, примерно в 49 году н.э. Евангелие достигло Европы. Богатая и процветающая Македония была родиной Александра Великого. Римляне завоевали ее во II веке до н.э. Филиппы – один из крупнейших городов в провинции Македонии. Через Филиппы проходила главная римская дорога на восток, так называемая Вия-Эгнатия. В Филиппах жило много римских солдат-ветеранов, а также греки и фракейцы. В районе Филипп располагались угодья римских аристократов, на чьих полях трудились многочисленные рабы. В Филиппах был театр. Стояли многочисленные храмы, посвященные различным богам. Это был классический пример греко-римского города. Но синагоги в Филиппах, вероятно, не было, и иудеи собирались для молитвы за городом у реки. Здесь апостолы повстречались с женщиной по имени Лидия. Она была родом из малоазийского города Театира, но приняла иудаизм. Лидия торговала пурпурными тканями. Носить одежду, крашеную пурпуром, могли только очень богатые люди. Присутствие Лидии в Филиппах свидетельствует о том, что здесь было немало покупателей для ее дорогого товара. Услышав проповедь Павла, Лидия поверила в Евангелие и крестилась. В Филиппах Павла и Силу арестовали, избили и бросили в тюрьму. В древности в тюрьмах содержали только тех, кто ожидал приговора или его исполнения. Тюрьмой могло служить приспособленное или специально построенное для этого здание. Но часто функцию тюремной камеры выполняла просто глубокая яма, откуда нельзя было выбраться самостоятельно. Так, например, и Иеремию бросили в неиспользуемую яму для воды. Возможно, Иисуса перед распятием содержали в подобных условиях. Мы не знаем, какой была тюрьма в Филиппах, но текст говорит, что там были двери. Тюремная камера вполне могла выглядеть, как эта пещера, только со стеной. Ноги узников забивали в деревянные колодки, что лишало их возможности передвигаться. После освобождения из тюрьмы Павел и Силу отправились в Фессалонику, столицу провинции Македония. Проповеди Павла привели здесь к столкновению с местными иудеями. В городе начались беспорядки, и апостолы должны были спешно покинуть город. Церковь, основанная Павлом в Фессалонике, вскоре станет одной из крупнейших. Пробыв недолго в Берее, Павел, возможно, по морю, прибыл в Афины. Подплывая к городу, он мог видеть стоящий на мысе Суни величественный храм Посейдона, бога морей. Павел прибыл в Афина раньше своих спутников, которые, возможно, шли по суше. В древности Афины были величайшим городом в Греции, но ко времени Павла они потеряли было и мощь и значение, хотя по-прежнему славились своими философскими школами. Как обычно, вначале Павел проповедовал иудеям в синагоге. Павел ежедневно приходил на Агару, рыночную площадь. Да, здесь он спорил с философами, эпикурейцами и стойками. Они не понимали его и считали, что он проповедует двух новых богов и Иисуса, и Анастасис, воскресенье. Чтобы выяснить все детали, они привели его в Ариапак. Так назывался Афинский городской совет, а также место, где он заседал. В ведении совета находилась вся общественная жизнь города, в том числе и религиозная жизнь. Да, в обязанности совета входило и расследование случаев подобных этому, когда человек проповедовал новых богов. В переводе с греческого Ариапак значит «холм Ореса». На этом Афинском холме проходили заседания городского совета. Что мог увидеть Павел, поднявшись на Ариапак? Ариапак расположен рядом с Акрополем. Павел мог видеть его великолепные храмы, сияющие белым мрамором. Центральное место на Акрополе занимал храм богини Афины, покровительницы города. А где располагался жертвенник неизвестному богу, упомянутый в книге деяний? Это сложный вопрос. Пока что никто не обнаружил такой жертвенник, и мне трудно сказать, где он мог бы располагаться. Аплодисменты Одним из мест, где Павел беседовал с греческими философами, могла быть стоя, так называется, крытая колоннада, примыкающая к стене здания. Укрывшись здесь от жары и солнечного зноя, люди вели философские беседы или же заключали торговые сделки. В центре многих древних городов располагалась цитадель. Греки называли ее Акрополем, что значит «верхний город». Оборонять возвышенность гораздо легче, поэтому самые важные здания, а именно храмы, располагались на Акрополе. Главным храмом афинского Акрополя был Парфенон, храм богини Афины. Заслуживает особого внимания отношение Павла к религиозным обычаям афинян. Хотя Лука пишет, что Павел кипел от негодования, видя, что город полон статуй языческих богов, речь Павла к Афининым, пример уважения к чужой культуре. Мы могли бы ожидать, что Павел будет обличать поклонение идолам, как он делает это в своих письмах. Но вместо этого он цитирует греческого поэта. Похожая строка есть в одном гимне Зевсу. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить столь несвойственный Павлу тон? Я объясняю это словами самого же Павла из первого письма христианам Коринфа. Я становился всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых. Также необходимо учитывать и аудиторию, к которой обращался Павел. На Ареапаге он обращался к грекам. Письма к христианам рассчитаны совсем на иную аудиторию. Из Афин Павел отправился в Коринф. В течение полутора лет он жил и проповедовал здесь. До нас дошли два его письма к Коринфской общине. Коринф был главным городом римской провинции Ахайи. По своим размерам он в то время превосходил Афины. Его население составляло несколько сотен тысяч человек. Он располагался на Коринфском перешейке, соединяющем Белопоннес и материковую Грецию. Здесь, на перекрестке морских и сухопутных путей, процветала торговля. Каждую субботу Павел проповедовал в Коринфской синагоге. Археологи не нашли ее следов, но обнаружили надпись из синагоги более позднего времени, которая, скорее всего, располагалась на том же месте, что и прежняя. Надпись гласит «Синагога евреев». Другая, найденная в Коринфе надпись, говорит о том, что некто Эраст за свой счет вымостил камнем большую площадь рядом с театром. Некоторые ученые считают, что имеется в виду тот самый Эраст, который упоминается в послании к римлянам, во втором послании Тимофею и книге деяний. Подобно Афинам и другим греческим городам, в Коринфе был Акрополь, расположенный на вершине горы. Его называли Акрокоринф. В Акрокоринфе и ниже, на склонах горы, располагались многочисленные храмы. Когда наместником Ахай стал Галлион, коринфские евреи схватили Павла и привели к нему на суд. В чем его обвиняли? Лука в «Деяниях апостолов» пишет буквально следующее. Этот человек убеждает людей почитать Бога не так, как велит наш закон. А о каком законе шла речь? Хороший вопрос. Они говорили по-гречески, использовали слово «номос». Этим словом могли называть как римское гражданское право, так и «тару» — иудейский закон. Возможно, и сам Галлион не был уверен, что они имели в виду, и попросил их уточнить обвинение. Его ответ дает ясно понять, что он не видел повода для разбирательства в римском суде, раз речь идет об иудейском законе. Во время слушания Галлион сидел на судейском кресле, которое ставилось на небольшое возвышение. По-гречески оно называется «бэма». Точно такое же возвышение было найдено рядом с домом наместника. Судя по надписям, покрывающим это возвышение, оно вполне может относиться к временам правления Галлиона. Перед возвращением в Антиохию Павел ненадолго остановился в Эфессе и, возможно, посетил Иерусалим. Во время своего третьего путешествия Павел почти три года провел в Эфессе. Прежде он только однажды ненадолго останавливался там. Теперь же Эфесс был главной целью его путешествия. Эфесс, столица провинции Азии, являлся одним из важнейших городов Римской империи. Численность его населения превышала 250 тысяч человек. Здесь находился центр поклонения Артемиде. Артемида, которую римляне называли Диана, была богиней плодородия. В Эфессе ее изображали в виде богини-матери со множеством грудей. Ее культ был широко распространен по всему Средиземноморскому региону. В Герасии, в Десятиградии также располагался один из храмов Артемиды. Согласно тексту книги «Деяния» Эфесс, в новозаветное время носил почетное именование хранителя храма Великой Артемиды. Археологи нашли в городе надпись, буквально повторяющую слова Луки. Эта колонна и еще несколько оснований для колонн – все, что осталось от храма Артемида в Эфессе. Его размеры были огромными – более 100 метров в длину и почти 50 метров в ширину. Крышу храма поддерживали более сотни 16-метровых колонн. Храм Артемида в Эфессе считался одним из семи чудес света. Позади главного жертвенника стояла статуя Артемида, которая в 19 главе книги «Деяния» названа священным изображением, упавшим с неба. Проповедь Павла в Эфессе была настолько успешной, что ремесленники, которые торговали статуэтками Артемиды и миниатюрными копиями храма, стали беспокоиться о своих доходах. Они поняли смуту, схватили спутников Павла и привели в театр. Эфесский театр был одним из самых больших в Римской империи. Он вмещал 25 тысяч зрителей. Неразбериха в театре длилась более двух часов. Друзья Павла попросили его не появляться там. В конце концов, толпа утихомирилась и мирно разошлась. После этого Павел покинул Эфесс. Ученые полагают, что, живя здесь, в Эфессе, Павел вел обширную переписку. По мнению многих, именно в Эфессе он написал два дошедших до нас «Письма христианам Каринфа». Поскольку Эфесс был важным административным центром Римской империи, Эфесская церковь стала главной в Малой Азии. Книга Откровения говорит о семи малоазийских церквях. Иоанн, автор книги Откровения, мог быть одним из руководителей общины в Эфессе. Его сослали на Патмос, бесплодный маленький остров, в нескольких часах плавания от Эфесса. Длина острова – 15 километров. Здесь много пещер, и, может быть, в одной из них Иоанн получил видение о конце света. Однако записаны они были, вероятно, позже, когда он вернулся в Эфесс. Изгнание Иоанна приходилось, скорее всего, на период правления императора Домициана с 81 по 96 год нашей эры. Домициан известен гонениями на христиан. Он запретил проповедь этого нового вероучения, которое призывало отказаться от поклонения прежним богам. Римляне верили, что боги защищают государство, поэтому христианство считалось опасным и подрывающим основы общества. Христиан, отказывающихся приносить жертвы богам и статуям императора, обвиняли в государственной измене. Одним из семи малоазийских городов, которым адресована книга «Откровения», был Пергам. Это большой город, до прихода римлян – столица Пергамского царства. Он известен как центр культа бога-целителя Асклепия, которого также именовали Сатер – Спаситель. Символом Асклепия был посох, обвитый змеями. В древнем мире существовало несколько культов богов-целителей. Асклепий был особо популярен у греков. Другой центр культа Асклепия располагался в Апидавре на востоке Пелопонесса. Больной человек приходил в святилище, совершал необходимые обряды и часто оставался на ночь в надежде увидеть во сне откровение о том, как ему исцелиться. Символом Асклепия Выздоровевший приносил в дар Богу предмет, указывавший на то, как именно он исцелился от какой болезни. В Пергаме существовали медицинское училище и большая библиотека, посвященная болезням и целительству. Процветал в Пергаме и культ римских императоров. Здесь, в 1929 году н.э. был впервые построен храм, посвященный императору и богине Роме. Вскоре Пергам стал центром императорского культа в Малой Азии. Во второй главе книги Откровения, где ангел обращается к христианской общине Пергама, этот город упоминается как место, где стоит трон сатаны. Что же имел в виду автор? Точно это неизвестно. Многие ученые связывают это выражение с колоссальным жертвенником Зевсу-Избавителю, похожим на огромный трон. Другие считают, что здесь говорится о процветающем в Пергаме культе императора. Согласно третьей точке зрения, речь в данном случае идет о культе бога-целителя Асклепия. Расположенная на плодородной долине Лаодикея была процветающим ремесленным городом. Она славилась шерстяными тканями. Лаодикея Также упомянуто в книге Откровения. Автор описывает христиан Лаодикеи как «не холодных и не горячих». Основой для такого образа могли послужить источники воды недалеко от города, из которых текла тепловатая вода. Эти источники, чья вода сильно насыщена кальцием, действуют до сих пор. В третьем путешествии Павел снова посетил церкви в Македонии и Греции и, возможно, еще раз побывал в Каринфе. Отпраздновав Пасху в Македонии, он отплыл из Филипп в Трааду, расположенную на Малоазийском побережье Егейского моря, Траада, ближайшей Греции, порт Малой Азии. Павел бывал здесь не единожды. Спеша в Иерусалим, Павел не стал заходить в Эфес. Вместо этого руководители Эфесской церкви пришли встретиться с ним в Милет, лежащий в 70 километрах от Эфеса. Из Милета Павел отплыл в Птолемаиду. Так в античное время назывался древний город Акко, упомянутый в книге судей. По дороге в Птолемаиду Павел на неделю остановился в Тире. Из Птолемаиды он по суше добрался до Иерусалима, остановившись на несколько дней в Кесарии. В Иерусалиме Павла арестовали и бросили в тюрьму. Оттуда его под стражей доставили в Кесарию, где в ожидании суда он провел в заключении почти два года. Когда наместник Порки Фест начал разбирать его дело, Павел, как римский гражданин, потребовал суда императора. Путешествие в Рим было трудным и долгим. Корабль, на котором плыл Павел, попал в шторм и потерпел крушение. Павел выплыл на берег острова Мальта. Только через три месяца он достиг берегов Италии. В 60-м году нашей эры узником по пивой дороге Павел вошел в Рим. На русский язык фильм озвучен на студии Нота по заказу Российского библейского общества в 2005 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok